Добрый день! Сегодня я отвечу на вопрос, как сказать на иврите вниз, внизу, вверх, наверху. Этот материал выходит при поддержке Дмитрия П. Большое спасибо Дмитрию за поддержку нашего проекта изучения иврита в интернете. Итак, в современном разговорном иврите, то есть в обычной речи, вниз или внизу, это лемата. И это слово образовано как бы из двух слов. Ле, это предлог, и мата условно мы переведем сейчас как низ. И лемата получилось вниз или внизу. По контексту мы поймем, как это слово перевести. И так в современном языке. Снизу, милимата, то есть я к словосочетанию лемата добавил еще предлог ми, у меня получилось милимата из снизу. Снизу, из внизу как бы, и я перевожу как снизу. Пример будет чуть позже. Сейчас примеры со словом лемата. И, но, са, от лемата. Она едет вниз, или, по контексту я могу понять, она едет внизу где-то. Например, город состоит из верхней части и нижней части, и она сейчас едет по нижней части, где-то внизу. И, но, са, от лемата. Ху, юшев, лемата. И здесь по контексту я перевожу, что он сидит внизу. Ну, например, условно, автобус двухъярусный, и человек сидит как бы в нижней части, внизу. У, юшев, лемата. То есть по контексту я понимаю, как перевести. Соответственно, слово лемала мы переведем как вверх и наверху. И здесь мала – это как бы верх, верхняя часть, но в современном иврите, в обычной речи, используется только в словосочетаниях. И в данном случае с предлогом ле. Лемала я переведу по контексту, либо вверх направление, либо наверху. И то, и другое. Проблема у нас есть. То есть по контексту мы поймем. И образуем еще одно словосочетание. Добавим предлог ми. И у меня получится ми лемала. Как бы из, из, наверху. И по смыслу я перевожу как сверху. Движение идет сверху, например, вниз, сверху, ми лемала, получается. Пример будет чуть позже. Итак, со словом лемала, примеры, ги, но сад, лемала. Она едет наверх, вверх, или она едет наверху. То есть где-то в верхней части города, если мы говорим о городе, который состоит из разных уровней. У ёшев лемала, он сидит наверху. Ну, где-то, например, в театре он сидит на верхнем ярусе. У ёшев лемала. Сейчас примеры снизу и сверху. Эм, носим, ми лемата, лемала. У меня получилось, они едут снизу вверх. И снизу ми лемата. Теперь вопрос. Можно по-другому выразить эту мысль? Можно. Я могу сказать, не используя вообще эти слова вверх и вниз, я могу использовать более подходящий глагол. И сказать эм, олим. Они поднимаются. При необходимости я скажу, что они поднимаются там в автобусе или в машине. И как-то ещё уточню, чтобы было понятно, что они едут. Но всегда есть у нас альтернатива, всегда есть возможность по-разному выразить мысль. Ещё пример. Эм, зазим, ми лемала, лемата. Они двигаются сверху вниз. И альтернативный вариант, без использования этих слов. Эм, юр, дим. Они снижаются или они опускаются. И при необходимости я добавлю ещё какие-то уточнения, каким образом они снижаются. Например, барегель пешком или там баотобус и так далее. Я уже сказал, что слово мата означает вниз или внизу по контексту. Но в современном иврите мы его используем либо в каких-то словосочетаниях, либо когда мы уверены, что слушатель нас поймёт. То есть мы не пользуемся этим словом. Когда я говорю о высоком стиле, о формальном языке, мы осторожны должны быть с этими словами. Потому что в каких-то случаях нас не поймут или не совсем поймут. И аналогично со словом мала, или кто хочет произносить сайна мала, вверх и вверху мала. Но мы договорились, что мы используем в современном языке с предлогом ле, лемала, лемата. При этом есть устойчивые словосочетания, где нас поймут и в обычной речи это тоже как бы приемлемо. Например, лехофеф, келапей, мата. И келапей здесь это как по отношению получается. И мата вниз. Лехофеф, согнуть. Ну представим себе, что у нас есть какая-то жестяная крыша. И нам нужно вот как бы край этой крыши, чтобы он опускался ниже. Нужно согнуть его по направлению вниз. И это как раз и получается келапей, мата. А теперь представляем себе, что эту крышу по каким-то причинам мы хотим согнуть, но чтобы она как бы, край ее двинулся наверх. И тогда мы скажем лехофеф, келапей, мала. И в обычной речи нас тоже поймут. Хотя мы использовали как бы вот это мата и мала. Мы используем какие-то обороты, которые у нас уже на слуху, чтобы не ошибаться. И в языке, который, давайте скажем, высокий стиль или архаичный язык кто-то скажет, то есть из каких-то древних источников, возможен, например, такой оборот мата-мата. Я не рекомендую так говорить в обычной речи, потому что не все могут это оценить. Мата-мата как бы дословно низко-низко, по смыслу как очень низко. И, соответственно, мала-мала, это будет высоко-высоко или очень высоко. Я приведу пример предложения из Торы. Пришелец, который среди тебя, он поднимется над тобой высоко-высоко, очень высоко. А ты опустишься низко-низко или очень низко. И также, например, еще вариант, как сказать ввысь, то есть вверх-высоко. Легко будет нам запомнить это название израильской, самой большой израильской авиакомпании Эль-Аль. И Эль-Аль мы переводим как ввысь. Эль-Аль это не к и на что-то, да, а комбинация вот этих предлогов. Эль-Аль это ввысь. То есть мы не будем в обычной речи этим пользоваться. Но если мы встретим это в литературных произведениях, в древних текстах, мы поймем. Я очень надеюсь, что это было полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литроуд. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok